Ну и вот приближаясь, наверное, ну, конечно, есть много деталей и по лету, там, 24-го, и там много чего, но я думаю, что это в тексте все будет. А вот что меня поразило? Мы приходим к осени 24-го года. До этого времени, когда я пыталась рассматривать, вот делать этот прогноз, я видела как-то все вот таким фрагментами, которые мне не позволяли сложить все в единую картину, увидеть как-то. И вдруг... В октябре 2024-го года я вижу очень непростую ситуацию, которая меня, ну, просто удивила, поразила, и я сейчас ее озвучу, как только могу перевести это на человеческий язык. Там происходят очень серьезнейшие затмения. Ну, затмений мы видели немало, казалось бы, мало ли что там происходит, но оно происходит таким образом, что там участвует и Черная Луна, неважно. В общем, с астрологической точки зрения это говорит вот о чем. Там участвует такая очень серьезная звезда Пурима или там Виндематрикс. это звезда, связанная с судебными процессами, как с воздаянием после совершенных действий, грехов, как угодно. И это тот момент времени, когда вообще меняются условия игры, там, да, условно, вот в мире, на земле и так далее, и так далее. Но прежде чем оно сменится, то есть как будто бы весна 24-го готовила какую-то платформу более-менее устойчивую для того, чтобы можно было вот это все достать и показать. И что самое интересное, когда я стала смотреть, как вообще это влияет на там лидеров, о которых мы знаем не в светлом цвете, скажем там, страны, которые себя определенным образом вели и так далее. Тот же самый доллар, который приходит к моменту вообще апгрейда. В общем, это момент, как будто бы мне вот вспомнился нюрнерский процесс вообще. Вообще эта звезда, она связана с процессами, когда в этом участвуют там такие вот силовые там структуры, как там ФСБ, когда выясняется, когда выносится на поверхность, кто был виноват, как это все, как мы к этому пришли, кто является зачинщиком. Там не совсем такая простая, чистая, честная история прям сразу. Очень много там попыток как-то, ну там много будет лжи, но вот сам фактор вдруг, когда выносится на поверхность вот это все, и причем, когда я начинаю смотреть, там, я не знаю, от лидера Канады, да, до других лидеров, которые проявили себя, страны, которые повели себя определенным образом. И вот здесь наступает момент, в который вот эта форма воздаяния для каждого, для каждого из лидеров или людей, которые там что-то не так сделали, для каждой страны, которая проявила себя определенным образом, может быть, по-разному происходить. Но подпадает под это, там, я не знаю, почти все страны, там, я не знаю, Франция, Япония, Китай, Китай вообще очень серьезный. Такой судный день для субъектов мировой политики. Да, 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 что-то подобное. Дело в том, что затмения, оно, конечно, они часто вот в момент, когда они случаются, создают такую турбулентность, такую событийную, кажется, вот оно, вот оно все. Но на самом деле они еще иногда стартуют и дальше продолжают развивать эту тему. И вот здесь, ну, для меня просто многое было удивительно. И там, и лидер Израиля, который там вдруг вновь воскрес, да, и вот все, и же с ним, и вопрос Америки, все как-то вдруг начинает перекраиваться. И я понимаю, что когда я вижу вот эти технологические возможности, которые приходят в жизнь, которые вдруг глобально перестраивают вообще источники энергетические, они не могут прийти в цивилизацию, не готовы к таким вообще открытиям, таким возможностям. И для каждого, наверное, как вы говорите, этот судный день будет по-своему. Будет ли он один день, или он продолжится, а я думаю, что это просто ряд вещей, которые будут закрывать старые программы. Ну да, в рамках мира это, конечно же, не один день, а этот процесс будет однозначно длящийся. Просто тот, кого вы называете, я так понимаю, это старт будет процесса. Ну, наверное, старт, потому что, когда я уже просто заметила за собой, я часто делаю прогнозы, он как будто на опережение, чуть-чуть как бы опережает события. Может быть, там будет как-то иначе, но там вот я вижу, что доллар, да, в том виде перестает существовать. Но самое интересное, что почему-то вот евро еще как-то даже держится получше, подольше. Но вот пройдет 2-3 месяца после этого затмения, и, видимо, вообще все, что касается финансовых отношений, экономических отношений, а у нас вообще, то есть появляются новые идеи, появляются новые какие-то союзы. Кстати, формирование союзов-то будет даже пораньше, наверное. Я думаю, что весна 24-го уже создаст потенциал для этого. И такие прорывы, которые, ну, удивляют. Я думаю, что, вот, кстати говоря, что касается вопросов Украины, с весны 24-го, там, март 24-го, январь 25-го происходит, мне не нравится это вот слово, но почему-то оно ко мне вот как-то приходило, и я не могла от него отказаться, как будто закрытие проекта Украины, знаете, вот как-то так. Сначала вот оно выглядит как-то очень, ну, уничтожающе как-то, обнуляюще, обнуляюще, скажем так. Вот, а потом начинается как будто какое-то дробление, но там вот это будет процесс целый, он будет, наверное, с января там туда дальше уходить, в 25-й год. И вот, если уж говорить о финале, каких-то финальных вопросах, связанных с этой спецоперацией, вообще со всем, что связано с этими отношениями, то с весны, с апреля 24-го идет угасание этого процесса, потому что очень меняется вот этот весь ландшафт, геополитические силы меняются, и так далее. И что хотелось бы сказать по поводу удивительных технологичных процессов, что меня удивило, может быть, я не смогу правильно перевести это на человеческий язык, потому что, когда еще нет названий... Я постараюсь помочь, если что. Хорошо. Вот, ну, например, представьте себе, что совершенно новая форма взаимоотношений камня, воды, отражение воздуха в этом во всем, и как бы взаимодействие с... с солнцем, да, то есть вот совершенно... Когда, допустим, в водной глади, да, ну, или в воде есть структуры каменные, которые технологичны, и вот эти отражающие какие-то форматы, которые при взаимодействии с воздухом и с водой происходят, они создают, ну, определенные оптические, может быть, какие-то формы, ну, вот притока энергии. Вообще, вот я просто хочу вспомнить такую интересную штуку. Это как предтеча, наверное, вот этого всего было. Помните гибель Титаника? Так вот, что же там на самом деле происходило? Ну, помимо того, что Морган там построил свой корабль давненько, он его построил весной, осенью он его запустил в воды, причем запустил в момент солнечного затмения, Луны без курса, которые, чтобы никто не узнал, как это вообще, и кто, и почему, и это было в преддверии его вероятного финансового разорения или вообще падения, а он работал с астрологиней, Анжелиной Адамс, которая, в общем-то, не могла ему это не сказать. И то есть он был построен для определенных целей, может быть, своего рода как это называется, выкупы-невыкупы своих возможностей, создания такой вот ситуации. Но в это время Тесла и Эйнштейн, они, в общем, вместе там как-то пришли к выводу, что в момент затмения на больших поверхностях, в общем, морских поверхностях происходят какие-то странные энергетические искажения, которые, в принципе, ими еще не очень познаны, но там время и пространство совершенно ломается и работает по другим законам. И там есть какие-то формы, связанные с прорывами энергетическими, видимо, какими-то пространственными параллельными вопросами, которые мы еще не знаем, но они предположили. И действительно, то, что случилось с Титаником, это же странно, там же люди все-таки потом появлялись, ну, спустя там 80 лет обнаруживались эти люди, которые, в общем, для них прошел один день. То есть там что-то подобное происходило. И вот то, что я вижу, как это будет происходить, впервые там за очень, я не знаю, сотни лет объединяется, природа начинает меняться, свойства приобретают совершенно иные, вода совершенно другие свойства, камень, там, я не знаю, вообще все, воздух, и этот весь конгломерат начинает порождать совершенно новый мир, новые природные процессы, причем очень многие там регионы пересохнут, а вода окажется там, где ее не было прежде и так далее. То есть это абсолютная смена всего. И даже существа новые начнут появляться, какие-то животные новые. То есть обновление природы там где-то с 25-го года начинается мощнейшее. Но в связи с тем, что там открываются новые формы источника энергетического, то, собственно говоря, обновляется физика человеческая, кто сможет, кто выдержит, потому что это тоже такой процесс, он очень связан с мышлением. Почему вообще мы говорим об искренности, о каких-то формах честности, потому что это создает определенную частоту, частоту, и человек не то, чтобы он что-то сделал, помолился, и частота сразу прибавилась у него, повысилась, это определенная форма существования, пожеланий, мыслей, которые будут формировать билет в это будущее. И вот кажется, наверное, это таким немножко странным, но это так. То есть вот возможность пребывания в будущем, она сопряжена с этой формой честности, потому что это не вопрос просто праведности и каких-то призывов, это вопрос необходимости выживания кодов будущего, которые необходимы, тем более, что смена вот этих кодов, и сейчас очень многие, я встречаю людей, которые телепатически все чувствуют, видят, слышат мысли, не знают, что с этим делать и так далее, поражаются, даже закрывают эту тему, потому что очень тяжело слышать, что на самом деле происходит. А здесь, когда мир переходит на эту волну, с этим надо как-то жить, это надо как-то правильно устроить, с этим надо правильно это распределить, и формы социального устройства, они с одной стороны будут жестко контролирующие сами себя, а с другой стороны свободно энергетически взаимодействующие, поэтому очень многие формы бизнеса связаны с жесткими структурами, да, такого государственного толка, когда это мотивом является не польза, они будут распадаться за то, что вот является важным для человечества, то, что актуально, диверсифицировано, что можно привести к этому, это будет действительно работать. интересные вещи говорите, Светлана, очень интересно. Еще хотел вспомнить, немножко вернуться назад, по-моему, весна 24-го, в связи с очень серьезными переменами в природных процессах, вообще, даже, я бы сказала, в этических процессах, очень большое количество притока людей в Россию, очень большое количество, вот, и вот такие странные вещи, мы как будто бы накапливаем вот этот арсенал новых возможностей, знаний, взглядов, концепции, ну, вообще, органики, 25-й год нас заполняет вот этими новыми идеями, а в 26-м мы только их начнем реализовывать и во что-то превращать. У меня вообще есть такое подозрение, что вот тень вот этих будущих событий связана с некой воздушной средой, новыми коммуникационными проекциями, которые будут заменять другие, те, что у нас сейчас есть, за них будет борьба прежде, чем мы придем к какому-то более-менее такому периоду понимания. И я думаю, что мы это увидим сначала в искаженном каком-то виде, попытки там, вы знаете, как раньше решили там провода везде провести, электричество, и все кинулись, кто быстрее. Вот, здесь есть конкуренция. И вот первая часть, скажем, этого всего, она может пройти не под знаком человечности, скажем так, лишь потом она обретает ту форму, которая должна быть. Что-то еще хотела сказать. Ну, наверное, многое, что не рассказала, но если итог подвести, то нужно понимать, что те процессы, которые нам сейчас кажутся болезненными, неприятными, отторгающими, разобщающими, это дифференциация по вопросам понимания и сопричастности к будущему. И те вопросы, которые у нас в каждом решаются и они зависят от нашей искренности и совести, то это, скажем, является главным действительно приоритетом, который будет работать. Пока грубая игра, пока жесткая игра, пока все вот так, но те самые процессы с 24-го года, особенно с весны и лета, которые заденут не только коммуникацию в техническом смысле, они заденут и СМИ, они заденут вообще вопросы общения людей, как они общаются, поскольку вот эти формы познания, там, информации от другого человека будут иметь совсем другой характер, то будет меняться, в общем, и вся вот эта вот сфера. И, конечно, вот как я и говорила, я сейчас вот не вспомню, но, по-моему, до января, не помню, или до лета 25-го, сейчас не буду, врать, просто не могу запомнить все. Но вот тот прежний действительно фундамент, на котором строилась, по крайней мере, российская такая государственная бытность управленческая, вот он там растворяется, переходит совершенно в другое состояние. Поэтому те процессы, которые сейчас происходят, максимальное отвлечение от истинных реалий, которые есть, к которым люди готовятся, я просто читаю лекции, и вот на одну лекцию ко мне, ну, там были довольно серьезные люди, и ко мне подходили молодые там люди, и рассказывали, что все технологии, о которых я вот сейчас рассказываю, что они тихо, сейчас их разрабатывают. Мы, говорит, даже вообще молчим, ничего не говорим, никто об этом не знает, сказать, но вот то, о чем идет речь, оно как раз работает. Я не упомянула много чего, но это просто невозможно, но я просто хочу сказать, что мы, наверное... Вы же публикуете у себя на сайте вот то, что вы говорите. Я публикую, сейчас просто вот такая степень занятости, что я не могу никак причесать этот текст, создать такую формулу, в которой он будет приемлен для прочтения, для понимания, потому что люди все время хотят буквальности, буквально сегодня хотят все вот это вот увидеть, но это не так, потому что мы на самом деле, вот к чему мы идем, вот начинается космическая эра, 24-е уже начинает ее с лета, и продолжает. И все, что связано с космосом, все те, кстати, сигналы, о которых я говорила, там вода, структуры каменные и так далее, это связано с космическими взаимодействиями, с космическими. Не рудники какие-то мы копаем, а мы начинаем взаимодействовать совершенно с другими формами космической энергии и не только энергии, да, то есть наша коммуникация с другими цивилизациями и формами жизни, потому что они могут быть разные, вот они тоже там очень сильно бросаются в глаза, то есть мы проходим подготовку и тест на возможность быть в этом времени и ему соответствовать. И 23-й год он должен назреть, чтобы мы, чтобы он взорвался, да, каким-то вот правдой этой. 24-й все-таки перестраивает вот эту среду, как будто бы, знаете, такое предчувствие будущего, вот, и распределяет некую геополитическую иерархию другим образом, где Россия имеет другой статус, на мой взгляд, значительно выше, где разрушается прежняя форма, вот, осенью 24-го года, где разрушается прежняя форма не только там долларовая, да, но как концепция, как философия, да, вот эта, которая была привнесена вместе с долларом. Ну, и при разрушении этого та форма взаимодействия, взаимооплаты какой-то, да, человеческая между собой, какого-то, каких-то отношений экономических, она тоже должна будет меняться и, скажем, предметно, да, прикладным образом и, ну, как бы, этически. Есть предположение, что там, допустим, там, допустим, могут быть, допустим, какой-то сфера, да, людей, которые обладают определенной профессиональной ценностью, да, вот у них своя, ну, свой ресурс, может быть, он чуть больше, чем у тех, кто не обладает такой вот ценностью, да, я имею в виду профессионально, у них свой ресурс, но они друг друга поддерживают. Вот эти контуры, они могут где-то в чем-то не соприкасаться, но постепенно они будут все-таки взаимопересекаемы, перетекаемы, и все мы понимаем, что существует та самая сакральная геометрия, и как мы видим в этой сакральной геометрии отражены проекции, в которых экономика могла бы таким образом строиться, как эта проекция, взаимоэнерго, обогащающим, укрепляющим и балансирующим, и здесь работает все, и география, и подходы, то есть вот эти концепции, которые будут приниматься, восприниматься, они должны будут быть более целостными, наше сейчас понимание это дробление, мышление, но все-таки все больше людей начинают осознавать, понимать, и когда мы понимаем, как устроен мир, мы думаем о том, как мы, как каждый из нас может ему помочь, мы не стараемся кого-то заставить за собой идти, и так далее, и так далее, создавать что-то такое прямо альтернативное, вот эта работа над собой, она потом сплотит людей, которые обладают такими же качествами, вот, выглядит так, знаете, как в свое время, наверное, рассказ о Наутилусе, подводной лодке, в которую мало верилось, но вот мы это все имеем, и даже удивляемся, насколько, поэтому мы находимся на рубеже, и понимаем, куда мы движемся, примерно так, ну, наверное, потом будут у меня какие-то уточнения, но общая канва, она примерно такая, все строительство, вот, этого мира, реально, прикладное, оно с 26-го года, а приходим мы к этому пониманию, в 25-е, примерно. Отлично, Светлана, в заключение я хочу прям коротенький вопрос, смотрите, вот, один какой-то ученый, российский, еще, по-моему, с Российской империей, там, пришел к выводу, что многие события, они повторяются с разницей, там, в 100 лет, кое-какие элементы мы наблюдаем, того, что было 100 лет назад и сейчас точно так же народ там облапошили, да, в 20-м году, но вот из того, что вы говорите, я не нашел каких-то параллелей вот с тем, что происходило 100 лет назад, пусть даже там технологическая революция, двигатель внутреннего сгорания, там, и так далее, вы, на ваш взгляд, вот, безусловно, сейчас, я думаю, никто уже не сомневается, что мы живем сейчас в эпоху перемен, как, на ваш взгляд, насколько, с каким явлением, с каким периодом истории можно сравнить то время, которое мы переживаем сейчас? Это где-то район 1700-х годов, вот, я там смотрела, 1710-й год, начинается развал прежней цивилизации, в течение столетия появляется Америка-доллар, убивается технологии, которые были, которые мы сейчас никак распознать не можем, в течение последующего столетия еще мы видим некоторые отголоски прошлых технологий, но они тоже уничтожаются, и вот это была перезагрузка, когда, ну, просто тогда это длилось большее количество лет, а сейчас время сжалось настолько, что все эти перемены, которые занимали там 100 лет, мы их можем пройти в очень короткий срок, я думаю, что есть большая разница вот в чем, да, есть много циклов в астрологии, там, вообще в астрономии, да, много циклов, они пересекаются между собой, с этими работали и Чижевский, и Шноль, и все понятно, что здесь многие очень хотят сделать прогноз повторяемостью, но то время, в котором мы сейчас живем, есть факторы, которые делают его уникальным, ну, то есть экстраординарным, повтор лишь как виток, который случится в любом случае, и прежде всего в технологическом, в таком философско-метафизическом, в метафизической форме меняется, тогда менялось технологически все, индустриализация там и так далее, сейчас меняется сам человек, как мироощущение, миропонимание и осознание. это не только миропонимание и осознание, есть блокада вот в той физике, в которой мы созданы, в той, ведь мыслительный процесс, он тоже имеет ограничение, и возраст нас, да, вот там мы доживаем до определенного момента, и все, и стирается все, и мы опыт не обретаем, не успеваем, а здесь мы меняемся как существо, и это позволяет нам войти в совершенно иные формы и опыта, и восприятия, и возможности там мгновенного осмысления, представьте, если с такими скоростями, кстати, там очень много репликационных технологий, которые не требуют, которые не заткнешь вот так вот экономическим дефицитом, не создашь вот эту вот историю, то есть это настолько глобальный, многослойный процесс, который связан с человеком другой формацией, и эта другая формация, это, конечно, там будут рождаться дети с условно-физиологическими кодами, и не только физиологическими, вообще это другое понимание и знание, и память другая, потому что наш стык с тонким миром становится прямо очень близким. Я помню, в свое время все время спрашивали, вот мертвые восстанут там и так далее, и так далее, и все думали, что это напрямую вот так вот случится, но просто вот этот контакт с тонким миром, понимание, как это устроено, а в тонком мире те, кто смог там побывать, побывали там немалое количество людей, ну, мы знаем такой опыт, я не знаю, там посмертные опыты и так далее, то есть описывается ситуация, когда выясняется, что мы даже не осознаем, какую мощь мы имеем в форме мысли, мы не осознаем, что мы безответственны абсолютно, и вот нами играют, нашими мыслями играют, и мы поэтому беспомощны, но те процессы, которые происходят, они дадут человеку понять, дадут убедиться в том, что это и есть тот созидательный материал, да, все прежде решали свои вопросы на внешних, так сказать, уровнях, да, вот внешние инструменты, пошел, решил, договорился, сказал, услышали, это не работает, если ты не несешь с собой эту энергию, а теперь это будет работать по-другому, и это просто не просто будет работать, а просто понимание и инструментарий будет другой, а как ты можешь контролировать свою мысль, если в тебе живет зло, это неумолимое, да, а другие это видят, поэтому, ну, мы сейчас не представляем формы взаимодействия, когда ты прозрачен, но это все к тому, и если прежде, вот, менялось, скажем, условия жизни, да, стирались какие-то вещи в связи с катастрофами, специально подтиралось все, чтобы иметь возможность человечества вовлечь в некую экономическую зависимость, такую тотальную, постоянную и жесткую, то теперь не вопросы внешних форм, которые нас там как-то заставят с экономическими вопросами поступить иначе, а вопрос совершенно космического контекста, когда здесь живут другие, ну, существа по имени люди, человек, которые обладают пониманием, что в тонком мире это все очень серьезно отзывается и так далее, и так далее, что связь между нашими жизнями, и это очень тонкая штука, ты пришел и потом пожинаешь плоды, не понимаешь за что, и сам же выбираешь себе это, то есть наше знание о том мире и с ним соприкосновение дают нам совершенно другие горизонты, возможности и осмысления, осмысления, конечно же, но если у нас не заблокирована память о прошлом, о прошлых жизнях, о прошлых цивилизациях, о тех знаниях, которые познаются с помощью, скажем, включения определенных, а у нас с ДНК там проблема, чтобы вспомнить что-то, мы там не всегда с алгеброй справляемся, поэтому здесь уровень перемен другой, да, сам виток есть и он очень похож на вот эту перезагрузку цивилизационную, но он, качество на иной. Ну, можно сказать двумя словами, это квантовый переход, который мы перехиваем именно сейчас в настоящее время. Пусть он будет квантовый. Пусть так, да. Ну, все тогда, Светлана, давайте на этом закончим на такой положительной ноте. Спасибо вам большое за уделенное время, мы еще с вами в любом случае встретимся, а зрителям спасибо за просмотр, всего доброго. Спасибо, всего хорошего. Спасибо, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok